Дорогая, завтра суббота, надо будет с утра нам с тобой сходить в гараж, потом к моим родителям заехать, затем в волкомаркет и охотничий магазин, а вечером нас Вася в гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьем. Да офигенно что ли? Нет, ну примерно так, мы проводим все выходные по твоим планам. Женщина, помни, разводясь с мужчиной, ты толкаешь его обратно в зону комфорта. Одесса, автобус. Мужчина, если уж вы совсем на меня легли, то хотя бы не спите. Вовочка приходит домой из школы и протягивает отцу дневник. Отец видит оценки и спрашивает возмущенно. И как ты объяснишь мне все эти двойки и ковы? Вовочка, это лучше ты объясни мне, что это, гены или воспитание? У вас есть финансовые проблемы? А откуда? У меня и финансов-то нет. Привет, подруга. Я слышала, ты ездил отдыхать в Турцию. Ну да. И сколько там сейчас стоит отдохнуть? Ну, это смотря как ты будешь отдыхать. Если скромно, то 40 тысяч. А если не скромно, то еще 50 тысяч домой привезешь. Меня бесит, когда мухи потирают передние лапки. Как будто у них есть план, и мне капец. Абраша, скажи, а одиночество – это когда тебя не понимают? Одиночество, Сарочка, это когда тебя некому забрать из морга. Все остальное – это так, временные затруднения. Профессор, бесспорно, коллеги, алкоголь способен менять настроение дистанционно. Поясните. Вот вам товарищ позвонил и сказал, что уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет. Вы не выпили, но настроение уже поднялось. Девушке легко привлечь внимание. Надел красное платье и все. Ну, в принципе, парню тоже легко привлечь внимание. Надел красное платье и все. До встречи såлева. До встречи. Продолжение следует...